Ультиматум отклонен. Каталония не выполнила требования официального Мадрида и не отказалась от провозглашения независимости. Поэтому уже в субботу власти Испании планируют ввести в действие 155-ю статью Конституции. Что это значит для обеих сторон конфликта, расскажет Татьяна Лагунова. Ответ о Каталонии испанские власти ждали до 10 утра за несколько минут до стечения срока ультиматума. Лидер автономии Карлос Пуч-Демон отправил письмо испанскому премьеру Марианну Арахою и выложил его в интернете. Дескать, ультиматумов не боимся, если официальный Мадрид не начнет диалог и не прекратит репрессии. Каталония реализует результаты референдума и объявит об отделении от Испании. А лидеры движения за независимость снова призвали людей выходить на улицы. Учитывая, что власти Испании удерживают наших соратников как политических заключенных, мы снова должны выйти на улицы. Нам нужна мобилизация, чтобы жители Каталонии защитили права и свободы, которые пытаются у них отобрать. Официальный Мадрид ответил мгновенно. На субботу назначено экстренное заседание Кабинета министров Испании. Члены правительства соберутся, чтобы обсудить введение в действие 155-й статьи Конституции, которая позволяет лишить Каталонию статуса автономии. Правительство без сомнений использует все имеющиеся ресурсы, чтобы как можно скорее восстановить законность, конституционный порядок и мирное сосуществование граждан Испании. Применение 155-й статьи еще должен одобрить парламент, но это скорее формальность. У партии премьера Рахоя и его соратников в Сенате большинство. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.